смотрите видите красавчик мордой ну когда поворачивался видели да сейчас может еще кто подойдет поэтому когда спрашивает про козлов все время ой козлятина воняет а у вас не воняет нет козлятина хамрюш отходи вот он еще один и идет прям видно замысканные не козлятина не не козлы не козы ну если старые там есть там какой-то уже определенный привкус доброе утро ну начнем с того что все имеет свой вкус и запах мы яичницу едим яйца не пахнут яйцом правда же пьем кофе кофе пахнет кофе пахнет картошка картошкой да все имеет свой запах и тут уже я не знаю намного больше запах у баранины но я сейчас не сказала что это невкусно что это противно есть прям народы страны поедатели баранины да и да ну мы едим то так нам все равно что есть мы едим баранины у нас есть у нас есть у нас нет баранины но когда там бывает где-то что-то в гостях ну естественно ее видим какая разница чего есть мясо но и есть мясо да и там есть прям запах прям вкус у барана также наверное и у коз есть ну не наверное а есть свой вкус и тут уже от человека зависит противно ему это или нет кто-то яичницу делает прям такую жареную жареную да а я люблю чтобы она такая как сказать-то восьмятку было желтки были жидкие а кому-то это фу а я никогда не буду ее взбивать и вот так вот делать умирок не нравится так что все тут у всех все по-разному но почему показала козлов какие они если вы их съели не вовремя не вовремя как когда они в гонит естественно будет вон когда козлы входят в гон вонь она не просто к нему не надо впритык подходить она чувствуется козы где-то далеко с козлами и это чувствуется издалека запашок вот этот козлины у нас на выгуле уже начался ну естественно уже давно пора и козлы они не просто грязные потому что дожди сейчас грязь да когда они прям аж за саль морда морда вот эта вся в налете и у них грязь это не уличная а когда они писают писают да на себя а потом это все еще в грязи в пыли они прям как засаленные они прям как налетом покрыты все вообще полностью ну все кто не успел тот опоздал козлов мы сейчас не успели зарезать хотя надо было мы уже давно их не резали недель три наверное то некогда то а то опять некогда а все теперь уже и нельзя резать потому что да ну там не запах там бонь ну я не знаю я не резала прям в угоне ну там наверное да будет и теперь надо ждать я не знаю месяц-два не могу сказать сколько вот пока они перестанут все с ума сходить здесь же стадо здесь не одна две козы пока все здесь не перегуляют не перебеситься козлы когда опять же смотрите по виду если козы загуляли и козлы покрывают вот но я говорю про стадо да когда вы только начались начали приходить в охоту там ничего страшного когда козлы не замызганные как если он пошел покрыл козы ну и что а вот когда они именно вошли в гон прям вот в это состояние и она у них ни день ни два неделю две три месяц два у меня со стадом я говорю и здесь уже по цвету мы определяем то есть если он беленький чистенький ну что ж там уличная какая-то грязь ничего мы режем беленький это если на белых козлах не переживайте на цветных это видно тоже очень замечательно на черных на темных на коричневых она засаленная как засаленная как жиром маслом намазанная какой-то эту это налет это не просто грязь про что я говорю это налет она такая как мокрая жирная морда такая вся ноги передние задняя часть передних ног и живот вот такое как будто бы засаленная это все видно я уж не говорю вонь какая это тут и не не ошибешься не пропустишь такое а как там на беленьких дано на беленьких заметно на всяких заметно в том-то и дело а вот сейчас нет вот если бы еще там неделю назад вот муж бы резал но опять то работает же а то а в субботу не могли вот если бы тогда бы зарезали было бы ничего сейчас уже все потому что они прям все полностью в этом налете все они в гоне и сколько ждать не знаю сколько ждать месяц или два опять смотрим по состоянию как он начинает белеть гон проходит не то что все козы от гуляли да и все значит мы теперь можем резать нет это козы от гуляли а они в этом состоянии еще долго будут и еще я смотрю по по виду да уже давно покрыли коз все уже слава богу у нас нет у нас еще в этом году не покрыли я я вообще рассказываю и когда он начинает белеть белеть громко сказано он не скоро побелеет это это видно опять же что вот это вот все вот это вот остановилась и потом когда он постепенно отмывается отмывается и как потом уже все видно и по виду видно и естественно воне такой от него вот так вот когда стоишь нету и тогда уже можно вот все месяц-два мы в пролете но мы-то нет мы не в пролете у меня здесь есть это мы режем еще прошлогодних козлов я уже говорила не один раз которые были плохо выпаяны и они мелковаты и вместе с ними мы же и козочки в том году все были плохо вы выпаяны потому что козы очень поздно начали приходить в охоту а новые подушки услышала там соседней деревне выдад в них не в микрофон как он называется как на морях на пляжах говорят этот громкоговоритель то это кто-то на машинах ездит меняем ну что я сейчас услышал на старой подушке что-то что-то ездит опять по деревням вот а и у нас еще несколько козочек тоже таких же не выпаянных в октябре-ноябре аж приходили в охоту козы вообще это прям ну совсем не как в чем плохо выпаянные потому что там весну я их пою да а к лету уже все мне нужно начинать сыр делать чтобы он созревал ничего страшного потому что мне сейчас прям стадо не знаю не надо увеличивать два-три раза поэтому козочки идут в прошлогодний все на отбраковку хаммер орет страдает вот так что было бы время только выходной а муж опять уехал теперь ему в другое место нужно а так когда будет свободный день мы там несколько тоже козочек я не знаю две три будем резать козочек слава богу без мяса не останемся а вот с козлами нужно уложить конечно не будет такой проблемы у кого есть там ларь у кого есть у кого есть куда складывать зарезал сразу сколько допустим есть у вас два-три козла я не знаю сколько там до гона я имею ввиду все сложил их и все ну их если у вас как-то мало территории мало места дамы это вроде у нас стадо и стадо но всегда что там на выгулять они мне не мешают что здесь мы вышли и то есть никаких проблем особых то нет а вот если у вас какое-то ну маленькое хозяйство мало территории да лучше конечно зарезать и без проблем все до гона уложиться а то придется ждать в том-то и дело куда-то их закрывать отдельно и ждать пока не пройдет этот гон у них месяц-два это долго и самим без мяса сидеть и кормить их там допустим сеном таскать и ну у нас вот так постоянно потому что у нас постоянно какие-то козлы там прошлогодние еще остаются и мы потихоньку режем вот если получится вот прям лицо смотрите на лицо где они а вы меня все боком обошли если козлы то вон еще один прям у этого вообще видите низ и этот прям круто в гоне повернись козлина морда прям сама пошел на меня и даже у алтая такого нет вон 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 видите сама морда какая все если такая раскраска у козла ни в коем случае какую что-то мясо то естественно записанное лицо видно да ли ну вы меня поняли о чем я второй такой же вон прям голова голова темная засаленная замызганная вот это и есть оно естественно здесь мясо только собакам и это не обязательно осенью в гон они могут пойти какое-то другое время да это масса вот так считается сентябрь октябрь ноябрь массовой охоты покрытия а там зависимости как козы начнут гулять и вот они и вот они становятся все такие сплошняковые особенно голова вот видите живот передние ноги передние ноги сзади передние ноги с задней стороны до вот видите красавчик все никаких котлет как позиция называется хэппи везда пьет спой я-то открыл ты спой везда пьет везда пьет везда пьет везда пьет